Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 10 класс, часть 2. География мира. Социальная и экономическая. Параграф 17. США. Хозяйство и внутренние различия. Вспомните, что производят известные вам американские компании. Ну, американские компании, из тех, которые я знаю, это компании, которые производят оружие. Практически все виды оружия. Очень дорогого, но не всегда эффективного. Потом, это, разумеется, компания Boeing, которая делает гражданские самолеты, но у которой сейчас в 2020 году проблемы. Потом, разумеется, есть американские компании, которые делают машины, но машины из США в Россию поставляются в очень маленьком объеме. В основном, американские компании производят машины на совсем других заводах, в других странах. Потом, разумеется, это компании, которые делают самое разное программное обеспечение, то есть различное ПО. Хозяйство. Соединенные Штаты достигли высокого уровня экономического развития довольно давно, еще в конце 19 века. С того времени лидирующее положение США только упрочилось. Страна имеет очень большой ВВП, но при этом этот ВВП страшно раздутый. Об этом говорят абсолютно все. Поэтому, на самом деле, реальный ВВП США, он намного ниже. Хотя США все еще остаются очень крупным мировым промышленным лидером. Но Китай уже давно обогнал США в этом отношении. На самом деле, если брать биржевую оценку, а ВВП часто рассчитывается именно от биржевой оценки, то биржевая оценка американских компаний в 5-10 раз выше, чем у остальных компаний во всем остальном мире. И это, конечно, показательно, насколько ВВП США раздувают свою экономику. Заметной тенденцией в развитии хозяйства США является медленное снижение удельного веса материального производства и возрастание роли нематериальной сферы. Прежде всего, сферы услуг. И эта проблема, она в 2020 году встала в полном объеме. Как только ввели карантин, выяснилось, что чуть ли не половина населения работает во всяких ресторанчиках. Ресторанчики закрыли, население осталось без работы полностью. А у населения гигантский объем кредитов. Соединенные Штаты создали самый крупный в мире топливно-энергетический комплекс. В основе его лежит великолепная обеспеченность страны важнейшими видами природного топлива. Уголь добывается в 15 штатах США. Главные угольные районы связаны с одним из крупнейших в мире Апалачских бассейнов на востоке страны. По разведанным запасам угля, его добыче и экспорту США входит в первую тройку стран мира. По добыче нефти США занимают, ну, на начало 2020 года США занимали аж первое место по добыче нефти. Причем сланцевой нефти. Но на лето 2020 года США уже сильно уступили первое место и Саудовской Аравии, и России, скатившись, по-моему, к третьему или четвертому месту. Основные нефтегазоносные поля расположены на юге страны в штатах Техас, Луизиана, также на западе в Калифорнии, и есть крупные объемы нефти в штате Аляска. При этом именно сланцевая нефть на юге США является главным бассейном добычи нефти в США. Высокая обеспеченность страны топливными ресурсами определяет ведущую роль тепловой энергетики в производстве электроэнергетики. ТЭС – теплоэлектростанции, использующие все имеющиеся виды топлива, дают более 70% электроэнергии. Равнинный характер большей части рек США не способствует строительству на них гидроэлектростанций. Только на западе, в горной части страны, построено немалое число ГЭС. Особенно выделяется крайний северо-западный штат страны Вашингтон. Здесь, на реке Колумбия, построен крупный каскад из шести мощных гидроэлектростанций. Соединенные Штаты лидируют по выработке электроэнергии на атомных электростанциях. На долю США приходится почти половина суммарной мощности АЭС мира. Ну, во всяком случае, приходилось. Но при этом АЭС дают в США всего 10% электроэнергии. Это говорит о том, что США вырабатывают невообразимо огромный объем электроэнергии. Черная металлургия долгое время оставалась предметом гордости американцев. Ведь именно в производстве стали США впервые добились мирового лидерства. Но на 2020 год мировым лидером является Китай. Но США все еще являются достаточно крупным производителем различной стали. Хотя при этом они эту сталь еще и закупают. То есть что-то продают, что-то закупают. В некоторых видах более продвинутой стали тут у США есть проблемы. Главным центром размещения предприятий черной металлургии остается Приозерье. Район Великих Озер. Приозерье это своего рода американский Урал. Недалеко от этого района расположен Апалаческий угольный бассейн и крупные месторождения железной руды. Огромное число машиностроительных предприятий в районе Приозерье являются потребителями стали. Главные центры металлургии города Питтсбург, Кливленд, Баффало, Детройт, Милуоки. В стране возник новый металлургический район, Приатлантический. Он ориентирован на привозное сырье, прежде всего высококачественную железную руду. Цветная металлургия США исключительно разнообразна. США входит в число мировых лидеров по производству почти всех цветных металлов. Основные районы размещения предприятий цветной металлургии – Горные Штаты, штат Вашингтон и Приатлантический район. Предприятия Горных Штатов привязаны к месторождениям руд цветных металлов, которых очень много в кордильерах. В штате Вашингтон производится много дешевой электроэнергии, поэтому там сконцентрированы электроемкие производства по выплавке меди, титана и алюминия. Но при всем при этом, несмотря на то, что у США действительно высокая выплавка, когда США ввели санкции против российского производителя алюминия, то санкции были быстро отменены, потому что выяснилось, что российский дешевый и при этом качественный алюминий очень активно покупаются американскими производителями различной продукции. Санкции пришлось отменять, потому что американская продукция была слишком дорогой. Предприятия Приатлантического района работают на импортном, в основном из Канады сырье. В отличие от черной металлургии, цветная развивается достаточно успешно, хотя и все равно США очень много закупают. Важнейшая отрасль обрабатывающей промышленности США – машиностроение. В ней занято почти 40% экономически активного населения страны. На самом деле не более 20%, потому что более 60% экономически активного населения США занято в сфере услуг. Ну, было занято на начало 2020 года. На лето 2020 года в США очень много уволено. Там почти 50 миллионов безработных. При 330 миллионах населения 50 миллионов безработных – это очень много. Но все равно американское машиностроение остается достаточно развитым, потому что американцы производят оружие, а оружие – это очень энерго- и наукоемкий сектор производства. Американцы делают все виды оружия. Поэтому здесь, конечно, производство в США весьма высокое. Важнейшая отрасль, самая американская отрасль машиностроения – это автомобилестроение. Здесь можно привести такие простые цифры. Америка – главный потребитель автомобилей в мире. В среднем в год в Америке продается более 20 миллионов автомобилей. В Китае, где население больше почти полтора миллиарда, продается в среднем где-то от 10 до 15 миллионов автомобилей. В России, где население примерно половина от американского в год, продается чуть больше миллиона автомобилей. То есть Америка – это самая автомобильная страна мира. В Америке, если у вас нет автомобиля, то вы как бы и не человек. У вас может не быть дома, но у вас обязан быть автомобиль. Многие в Америке, например, они даже бывают, что и живут в этих самых автомобилях. Ну а чтобы где-то помыться, они ходят в спортивные центры, где есть души. Такая вот интересная особенность Америки. Когда-то в столице автомобильной промышленности был город Детройт. Но на 2020 год Детройт находится в полнейшем упадке, заводов там практически нет. Хотя когда-то это был миллионный город, сейчас там, по-моему, и полумиллиона нет. Ключевые позиции производителей аэрокосмической техники занимаются несколько компаний. Конкретно это Lockheed и Boeing. Это два крупнейших производителя различной авиационной и космической техники. Хотя в космической технике в целом США уже в некотором роде уступили свое лидерство Китаю, Японии и России. Да, был недавний запуск новейшей ракеты с пилотируемым кораблем. Но многие американские астронавты совершенно открыто и не стесняясь говорят, что если им предоставят выбор, они будут летать исключительно на старых российских ракетах, а не на новых американских. Потому что они совершенно не доверяют этим самым американским ракетам, считая их крайне ненадежными. США долгое время оставались мировым лидером в производстве морских судов. Но на 2020 год они это лидерство полностью отпустили. В настоящий момент у США в судостроении ситуация довольно-таки тяжелая. Большое количество верфей было закрыто. И в настоящий момент даже авианосцы в состоянии у США строить буквально только одна единственная крупная верфь. Причем там возникает проблема. У Америки много авианосцев. И их надо обслуживать. И если три авианосца приходят на обслуживание, для строительства авианосцев остается только одна единственная точка. Один единственный док. То есть у Америки в этом отношении тоже проблема. С проектированием судов у Америки тоже проблема. Потому что они сделали свой новейший эсминец Замбулт. И выяснилось, что этот эсминец совершенно неэффективен. И они остались на старых эсминцах типа Арлиберг. Которые были разработаны в 70-80-х годах. В хозяйстве США огромную роль играют наукоемки, отрасли машиностроения, электронная и электротехническая промышленность. И что можно сказать. Америка действительно разрабатывает очень много процессоров. Но производят все эти процессоры в Китае. Потому что там используются различные редкоземельные элементы. По различной бытовой электронике США лидерство полностью уступили. И здесь опять-таки лидерами являются Япония, Корея и Китай. Поэтому здесь разработка в США, производство уже давно находится в странах Азии. Причем в последнее время страны Азии начали догонять США и по разработке новых процессоров. Так что США понемногу, но все больше и больше упускают все мировое промышленное лидерство из своих рук. Конечно им это не нравится, но сделать они с этим ничего не могут. США крупнейший в мире производитель и экспортер оружия. Оружие США делают в огромных объемах. Но это оружие дико дорогое. В 3, в 4, в 5, даже в 10 раз дороже, чем российские аналоги. При этом далеко не всегда это оружие настолько эффективно, чтобы оправдывать свою цену. Большая часть американского оружия разработана в 70-е и 80-е годы. Танки Абрамс, корабли эсминцы Орлиберг, основа американского флота. Ракеты Томагавк, это крылатые ракеты. Ракета Гарпун, которая тоже противокорабельная ракета. Комплексы Патриот, различные самолеты F-15, F-16, F-A-18. Все это разработка где-то 70-х, 80-х годов. Новейшая техника, то есть например в самолетах F-22 он уже не производится. F-35 его серийные должны были начинать производить в 2010 году. 10 лет бьются над этим самолетом и довести его до ума. Пока что не в состоянии. Хотя потратили на него больше триллиона долларов. Поэтому уже некоторые страны начинают говорить, что F-35 это абсолютно провальный проект. Но американцы продолжают его развивать. Поэтому у американцев действительно очень хорошая оружейная промышленность. Но эта промышленность имеет очень старые образцы. К примеру, основной пулемет армии США это пулемет Браунинг. Он был разработан еще до Первой мировой войны. Такой вот показатель. Поэтому да, Америка делает многое оружие, но это оружие далеко не всегда является очень современным. Химическая промышленность в Соединенных Штатах развита очень даже хорошо. Здесь надо отдать им должное. И нефтехимический сектор, и просто химия развиты очень качественно. Но большая часть всей этой продукции потребляется в самих же США. Транспорт в США развит очень даже хорошо. Но при этом здесь надо знать одну простую вещь. Великолепно развит автомобильный транспорт в США. Железнодорожный и речной транспорты развиты в гораздо меньшей степени. Морские порты очень даже современные. Насчет железной дороги. Она в частных руках. Находится уже причем изначально. То есть единого, как РЖД, например, в России. Такого в США нет. Это делает железные дороги в США достаточно неэффективными. Второе. Железные дороги в США практически неэлектрифицированы. Поэтому там используются очень неэкологичные дизельные различные локомотивы в огромном объеме. Основа перевозок в США это все-таки автомобильные перевозки. Поэтому железные дороги, они находятся в серьезном упадке. Пассажирских перевозок в США практически не осуществляется. Скоростных железных дорог в США тоже практически нет. Только в некоторых районах есть то, что США называют скоростными железнодорожными дорогами. Но на самом деле по европейским и по мировым понятиям это не скоростной транспорт. Такое можно было называть скоростным только где-нибудь в 90-х. Но не в 2020 году. Так что это такой показатель. Крупнейшими же морскими портами являются Нью-Йорк, Новый Орлеан, Филадельфия, на Тихом океане, Сан-Франциско и Сиэтл. Здесь в основном, конечно, используется грузовой транспорт. Зато огромное значение в перевозках имеют авиаперевозки. Воздушный транспорт и различный авиатранспорт США развит очень хорошо. США это буквально авиационная держава. Внешнеэкономические связи. В мировой торговле США очень активный участник. Торгуют практически со всеми, закупая как сырье, так и самую различную продукцию. И вот здесь надо знать один простой момент. США покупают гораздо больше, чем продают. Это такой показатель. То есть на уровне торговли у США гигантский торговый дефицит. То есть США покупают намного больше, чем продают. Президент Трамп пытался бороться с этой ситуацией. Но здесь у США... В США просто производится недостаточно много, чтобы покрыть вот этот чудовищнейший совершенно торговый дефицит. Хотя президент Трамп и пытался бороться с этой ситуацией. Что-то ему удалось, но не очень дальновидная политика. Она приводит к не самым таким явным результатам у США. И в настоящий момент у США торговый дефицит сохраняется. То есть покупать они вынуждены намного больше, чем они продают. Внутренние экономические различия. Разнообразие природных условий в такой большой стране, как США, неизбежно приводит к серьезным различиям в уровне развития и хозяйственной спецификой различных ее регионов. В Соединенных Штатах принято выделять 9 экономических районов, или правильнее сказать, групп штатов. Но в упрощенном можно говорить о 4 регионах. Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Северо-Восток – наиболее важный регион в экономике США. Штаты Северо-Востока дают больше половины промышленной продукции, около 40% продукции сельского хозяйства страны. Здесь развиты старые, традиционные для США отрасли промышленности. Судостроение, производство электротехники, разнообразная химическая и легкая пищевая промышленность. Средний Запад. Крупный зерновой район страны, производящий главным образом кукурузу и пшеницу. По кукурузе США один из мировых лидеров. Но здесь также находится район Приозерия, который, как мы знаем, можно назвать американским Уралом. За его насыщенность металлургическими и химическими предприятиями. Автомобильной столицей считался Детройт. Юг еще не так давно считался только сельскохозяйственным регионом. Здесь производится хлопок, рис, арахис, табак. Однако открытие в конце 19 века крупных запасов нефти изменило облик района. Сейчас добыча нефти там очень велика. Правда, в 2020 году она сильно упала. Но при этом все равно какой-то район остается, и там много различных нефтеперерабатывающих предприятий. Запад страны, всегда бывшей наиболее отсталой, неразвитой и даже дикой окраиной страны, в последние четверти 20 века полностью изменился. Запад страны – это штат Калифорния, например. Сейчас это наиболее развивающийся район США. Основу его процветания составляют наукоемкие отрасли промышленности. Там находится Силиконовая долина. Там находятся основные центры разработки различной электронной техники и компьютерных систем в США. Повторим главное. США – лидер мирового хозяйства. Ну, во всяком случае, был. Страна все еще играет очень большую роль в мировой экономике и торговле. Ну и, разумеется, в политике. США располагают большим внутренним рынком. Но экспорт при этом невелик, зато импорт огромен. Сельское хозяйство США организовано очень рационально. Территориально его основу образует несколько специализированных сельскохозяйственных поясов. Внутренние различия позволяют выделять на территории США четыре экономических района. Проверим знания. В производстве каких видов продукции США – мировой лидер. В производстве различного сырья, в производстве нефти и в производстве оружия. Плюс некоторые продукции машиностроения. Назовите крупнейшие города каждого из экономических районов США. О, как интересно. Ну, собственно говоря, если берем Северо-Восток, то там можно Нью-Йорк назвать. Потом Средний Запад, куда входит Приозьёре, туда можно упомянуть Чикаго. Потом по другим районам, там, конечно же, это будет Лос-Анджелес. Ну и, если не ошибаюсь, Новый Орлеан. Так, какие виды продукции американских производителей вам известны? Ну, если брать продукцию, которая производится на территории США, то это, разумеется, Боинг и различные двигатели. Это из тех, которые я знаю. Дело всё в том, что процессоры производятся в Китае. Да, они называются американские, но делают это они в Китае. Поэтому называть их полностью американскими нельзя. А вот, например, двигатели, различные дизели, Каменс, если не ошибаюсь, вот они производятся на территории США. Какие факторы способствовали превращению США в лидера мировой экономики? Полная обеспеченность Соединённых Штатов всеми видами ресурсов, причём как минеральными, так и природными. И большое количество населения, которое туда приезжало. Приведите примеры перехода США от экспорта продукции к её зарубежному производству. Очень просто. В самих США производится достаточно мало продукции. Там располагаются офисы компаний, а заводы расположены поближе к потребителям. Поэтому, вернее, заводы стараются располагать там, где меньше зарплата и меньше стоимость энергии. В США довольно-таки дорогая энергия, поэтому заводы стараются располагать где-нибудь там, где энергия дешёвая. Поэтому большое количество заводов расположено за пределами США. Внутри США их очень осталось мало. Почему именно Северо-Восток стал наиболее важным экономическим центром страны? Очень просто. Там были английские колонии. То есть, оттуда начинались Соединённые Штаты. Поэтому ничего удивительного в том, что именно там находится основа, так сказать, экономической мощи США. К тому же, там располагается основной центр чёрной металлургии США. А с чёрной металлургией, с производства чугуна и стали, начинался экономический расцвет всех основных экономических держав мира. И сейчас экономическая мощь, она базируется на производстве именно стали. Потому что сталь в большем объёме потребляется практически всеми секторами экономики, даже строительством. Так, с помощью Атласа определите пять главных нефтяных штатов страны. Техас, Аклахома... Ну вот они, собственно говоря. Техас, Аклахома, Арканзас, Луизиана, можно вспомнить Флориду. Потом это, разумеется, Калифорния и, разумеется, штат Аляска. На основе анализа экономической карты США покажите различия в специализации машиностроения экономических районов страны. Ну, здесь всё довольно-таки просто. Там, где большое количество добывающих, уголь, железную руду и тому подобного, там производятся, разумеется, различные станки, то есть тяжёлое машиностроение. В Среднем Западе, где огромные зерновые объёмы, там производится сельскохозяйственное оборудование. Там, где ещё большое количество потребителей, то есть северо-восток, там и большое автомобильное производство. На где-то западе страны, на западе США, там в основном производство сосредоточено уже какого-то оборудования из станков. Как-то вот примерно так. И на западе же, в Сиэтле, расположено сборочное производство Боинга, крупнейшее. Там огромнейший авиационный завод Боинга расположен. Хотя у Боинга есть и другие заводы, но в Сиэтле буквально основа, основной завод находится.